Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, относится к категории возрастной психологии. И, соответственно, специалист по возрастной психологии ответил бы вам на этот вопрос лучше, просто потому что это его специализация. Я, соответственно, не являюсь возрастным психологом именно по своей специальности. Но, исходя из своих знаний о психологии вообще, исходя из своего опыта, исходя из своей практики, я дам вам ответ на ваш вопрос и стараюсь объяснить то, что вам непонятно. Итак, первое. Возраст у женщины 25 лет. Вы пишите знаки вопроса. Не очень понятно, что это значит. Почему вы употребляете здесь знак вопроса, причем несколько знаков вопроса вы употребляете. Я посмотрел ваш профиль и увидел, что вы до сих пор задавали свои вопросы только в разделе эзотерики. И, соответственно, возможно, не отдаете себе отчет о специфике категории психологии, где вопросы задаются немножко по-другому. Не так, как вы это делаете. Вот. Но, в любом случае, возраст у женщины 25 лет. Это не очень понятно, что этот вопрос можно гадать, но не очень понятно. Почему у многих это время больших перемен? Я заметил, что многое случается в жизни 25 лет. Почему? Дело в том, что, наверное, вы слышали о том, что все открытия, какие-то вот такие серьезные открытия, научные прорывы и так далее, все они случаются как правило. Как правило. До 28 лет. Связано это с тем, ну, не только не обязательно, прямо в 28, да, но примерно вот в этом возрасте. Связано это с тем, что в 25 лет и в период с 25 лет человек находится как бы на пике своих возможностей, на пике своих ресурсов, на пике своих интересов, на пике своих желаний, на пике своих амбиций и так далее. Понимаете? То есть человек получил свободу, а под свободой мы здесь понимаем путевку в жизнь, да, то есть человек получил образование, человек обучился и он как бы теперь уже способен, способен двигаться дальше, да, по жизни. И человек начинает реализовываться. Как начинает реализовываться. И вот эта вот реализация его и является по сути тем, что вы называете переменами. То есть вопрос, это вопрос именно реализации. В 25 лет человек закладывает, как правило, фундамент того, что он будет делать дальше. В 25 лет человек определяет, как правило, определяет общую направленность своей деятельности. То есть это может быть как бездеятельность научная, это может быть как деятельность трудовая, это может быть еще что-то связанное с реализацией. Это может быть деятельность творческая, но в 25 лет человек закладывает основу для этого. То есть решает вопрос, чем же он все-таки будет заниматься. И надо сказать, что дело здесь не только у женщин, то есть у женщины мало чем отличается вот этот самый возраст от мужчин. На самом деле я бы сказал, что в отличие от мужчин, женщина она, как правило, до 25 лет уже знает ответы на эти вопросы. То есть она уже знает ответы на вопрос о том, чем она, например, будет заниматься, на что она будет дразить свои силы, время и так далее. То есть в основном это актуально именно для мужчин, как мне видится. А у женщин 25 лет, у них, опять же, как правило, происходит следующее, что либо человек, собственно, решает посвятить себя, например, семье, либо человек решает посвятить себя карьеру. И перемены здесь, именно вот перемены, как таковые, они связаны именно с этим выбором. Именно с этим выбором связаны перемены. И если, например, человек до этого возраста, до 25 лет, скажем, занимался учебой, например, карьерой, например, чем-то еще такого типа, чем-то еще он занимался подобным, то в возрасте 20 лет он определяет, либо это будет для него дальнейшей деятельностью, либо он сменит свои деятельности и будет заниматься, ну, чем-то другим. Да, например, да, скажем, будет он заниматься, допустим, не деятельностью, а, скажем, своей, да, а семьей, например. То есть 25 лет – это такое вот направление, направление дальнейшей стратегии жизни. Вот. И происходит это, длится, длится это, как правило, до лет 40, иногда больше, иногда меньше. То есть тут по-разному бывает исключительно у всех, но 25 лет закладывается в фундаменте. 25 лет закладывается в фундаменте, да. Также на 25 лет приходится формирование у человека определенных, значит, личностных мотивов, определенных личностных структур. То есть именно в 25 лет человек, как правило, уже знает, чем он, например, отличается от других людей, что он представляет из себя, значит, как личность, что он из себя представляет. Каковы его основные отличия от других, что он значит для других и для себя сам. И, соответственно, с самим наступлением личностной зрелости, человек, как бы, осуществляет выбор своего дальнейшего пути. То есть, когда человек формируется личностным, значит, на период 25 до 28-32 лет приходится вот этот вот период, период формирования личности. Когда человек формируется, у него происходит активная подчас, даже, может быть, неоднократная, значит, неоднократная смена ориентиров, жизненных, смена жизненных целей. Вот. И, собственно, именно поэтому данные аспекты принято считать переменами. Потому что, ну, представьте себе, что человек, допустим, меняет, человек меняет свою деятельность. И делает это, например, он неоднократно. Ну, естественно, это время больших перемен. Вот. Значит, для женщины это вопрос больше семейный. Для мужчины это вопрос его реализации. Реализации, то есть, ну, для женщины тоже вопрос реализации актуален. Но нужно понимать, что для женщины вопрос реализации стоит, не стоит, когда нет семьи. Вот так. А для мужчины вопрос реализации стоит всегда-сегда. Вот. Так как лично она способна реализовываться через семью. Мужчина такой способности лично. Ему нужно реализовываться всегда, везде и, как бы, семья это не то, что может дать ему реализацию. К сожалению. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас дополнительные вопросы какие-то остались, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.